Да, пошло. Заглючил Wi-Fi или телефон? Непонятно. Я готов быть рабом. За печеньки. По поводу карты ждите, скоро вот пришлет. Если заглючил, конечно. Салам. Да, больше на низ. До пятого числа. На московской области был стенд Биноспорт. Да, раньше борцом был. Тут избыток монстров на один квадратный метр, понимаешь? Из Краснодара. Да, закончился. Нет. Ну, выходит, что закончился, если новый спонсор. Поспрашивает просто про Аркадия. Ну, ребята, исходите логически. Если он выбрал нового спонсора, то, наверное, да. Я очень быстро калкиваю туда, и когда я не качаю, не видно, допустим, дремя начинает потекать. Поэтому я все время помогаю, как бы, снацать колдами, да. Как моя голова, короче. Если не качаю, если качаю, нормально. Мы потом после этого будем общаться на камерах? Да, заглючил телефон. А в Перескупе там вопрос, посидим пять минут. Живой, как видишь. Ну, еще проседал после этого. Ждет карту. Ребят, все соревнования он по-любому оповестит. Не фоткать, снимает для Инферно. Ребят, бессмысленно спрашивать про вес, потому что он отдыхает. Видео будет. Ваня готовится, а он отдыхает. А оси? Да, он еще карту не получил. Ваня 181, Аркаша. Ваня 181, да? Тоже? Аркаша 181. А, Ваня 181, да. Арнольд классик, только в качестве про уже будет. Подождите. Аркаша. Привет, Харьков. Самара, привет. Ну вообще, почему сейчас это самое? Я не буду, я остановлюсь. Ку-ку. Я снимаю на рот. Мы игру закончили. Я укачался нормально, у меня, конечно, сегодня подкинул новинок, поэтому я укачался. Особенно вот на том, для меня это новое было. Низ головой обычно не делал, потому что я низ к другим, на мой взгляд, нормально, потому что я все время больше вверх. Комблю. А ты как? Ну, а у меня слабо везде, что я не могу в центре шутизу, поэтому я делаю максимально... А МППРО говорит, что слабо везде, да. Поэтому я стараюсь долбить грудь боксом фронтам, сразу к углу, по нему максимально разобрать, разный хваток. Там брусья, подразумеваемые зимы, компели, сведения, разводки, все остальное. Вот. У нас основная мерка наша завершена, но сейчас... И я сейчас прихожу на проработку проножных, так как я прорабатываю влажную неделю. И у меня одном, как бы, есть в коне необходимости, у меня абрикосы на расширении днем, поэтому, скажем так, моё сердце не может через все эти соколючки, вот, Зашли, да, протолкнуть достаточное количество крови, кислорода, с многих дождь. Поэтому, если мы не качаемые ножны, то есть, искусственно не стимулируют там кровоснабжение, то ноги начинают отекать. Вот, отекать и появляется боли в лодыжках. Вот, я тогда, ну, пока хожу, нормально все чувствую, как только я останавливаюсь, то есть, там, три пусы где-то постоять, например, там, на выставке, Какие-то, там, мунидарды, по-честному маску, то, естественно, начинают болеть ткани, вот эти все, потому что там, Из-за отека, да, наверное? Да, из-за отека, захопориваются все эти вены и получается, как бы, в полоте. То есть, в проточной речке, там, по-своему, идёт циркуляция, да, там, воды, поэтому она в этом нормально, А в полоте, она застаивается, вот, когда кровь застаивается, она начинает, соответственно, терять все их качество, тортиться, нить, И потом прорываться наружу. То есть, если вены начинают, скажем, чесаться, то это уже очень плохой эффект, то есть, соответственно, Она уже вылазит наружу, вот, поэтому появляются сначала экземмы, а потом терапевтические язвы. Вот, сейчас вам показать след экземмы, который у меня был. Вот, видите, пятышки? Вот. Оно раньше было чёрным, и оттуда постоянно сочилась какая-то жидкость, типа с утра или что-то. Вот. После вот таких вот мероприятий, постоянно кардио и качание кроножных, всё это дело у меня зажило. Но след, как бы, остался. Упоминание о вот этой вот очень нехорошем забирании. Например, если у вас есть какие-то намёвки на варитозное расширение вен, вы чувствуете усталость в ногах, или у вас стоячая работа, вы работаете в охране, там, или у вас сидячая работа, угрозы, там. Самое основное ваше нагрузка, это должна быть кардио нагрузка. И не забывайте качать их на ножи, чтобы кровоснабжение было там искусственно проводилось. Так, всё ладно. Давай. Искуссию закричали. Слышно было, ребят? Могу, если что. А, хорошо, всё, отлично. Ну, увы, ах, не могу я поближе. Сейчас я... Ребят, не могу ничего сделать, соседи. Хорошо, отлично. Вообще, я в знакомых званий, я перескопщик, вот. И пришёл сегодня, я раньше пришёл, потренировался, и сейчас снимаю. Да. Отобрал всю шкамеру. Аркадий, вам сколько лет? Ну, сколько лет? Да. 29. 29 лет. Что про тромбоз? А? Спросите про тромбоз. Был ли у вас тромбоз? Так этого я не могу сказать вам. У меня есть далекое расширение вен, соответственно, и наверняка есть проблемы с тромбозом. Но для того, чтобы подтверждать, наверняка нужно пройти определённое мероприятие. То есть это УЗИ, вен и артерий. Вот. Это процедуры дорогостоящие. Вот. Ну, конечно, очень важные и нужные. Вот. Я думаю, что со временем я доберусь до этого исследования. И обязательно его проведу. Но пока я справляюсь с такими подручными средствами. То есть тренирую икроножные несколько раз в неделю. Вот. Стараюсь не питаться всяким шлаком, который бы загрязняли мои посуды. Слить нужно за холестерином. За хорошим и плохим. Вот. И за общим холестерином. Он у нас совершенно ничего не показывает, не доказывает, не даёт объективной оценки. А именно за уровнем плохого холестерина, который должен быть очень низким. И уровнем хорошего холестерина, который должен быть очень высоким. Так как плохой холестерин, точнее холестерол, да. Это спирт, но благодаря определенным белкам он таскает холестериновые бляшки в сосуды. А хороший холестерин, он эти бляшки оттуда наоборот уносит. Поэтому пропорции хорошего к плохому холестерину. Плохой должен быть ниже, чем хороший. А после тренировки ноги на возвышенности ставите? Я после тренировки делаю кардио и это гораздо, гораздо лучше эффект имеет. Потому что ноги, ну да, по силе притяжения кровь с них стечёт. Но, по сути, оно особо результатов не даст. Да, столько облегчения временно. Потом оно обратно туда стечёт. Нужно, понимаете, как, как так сказать, как труба в этом, в умывальнике. Если вы умывальник засорили, хоть вы там переворачиваете трубу, хоть нет, понимаете. Нужно прочищать трубу. То же самое, как и здесь. Все бенозные сосуды, их надо прочищать. А прочищая их не только кровотоками. Поэтому постоянно гонять там кровь. Не обязательно качать бенозные тяжело. Можно хотеть качать их каждый день, делать лёгкими весами большое количество повторений. Либо делать прогулки. Чтобы не было там застоя, самое главное. Потому что все эти застои, они проводят как раз к нарушению кровообращения. И сосуды от этого портятся. Вот. Как, например, просто инструмент. Вот. Потом сосуды уже не функционируют. Они просто не имеют, не выполняют своих функций. Вот. А кардио как вы используете? Ходьба, бег или псоид? Я использую только велосипед. Почему? Потому что бегать я, как бы, бегать я люблю. Но видом своего большого веса, я испытываю нагрузку на коленки. И на позвоночник, кстати, на пояснице. Потому что у меня равна грыжа, три прогрузии. Вот. А вы как ставите? Большое утяжеление и медленно крутите? Или маленькое утяжеление и быстро крутите? Не болтался. Я кручу среднее утяжеление, чтобы совсем не кидать ноги впустую. Вот. Ну и не стараюсь поставить такой вес, чтобы испытывать какую-то нагрузку. На колени. Стараюсь крутить быстро. Для того, чтобы, самое главное, участить свое дыхание. Дышать носом. Если вы перешли на дыхание ртом, значит нагрузка слишком велика. Вы должны всю нагрузку проходить, дышать через нос. И вдыхать, и выдыхать. Вот. Это самая полезная нагрузка для сердца. А что, предварительного утомления, можете что-то делать? Именно для прогресса оно... Именно в ногах, когда тренируешься, перед приседом обязательно делать? Я сейчас не могу сказать, обязательно это или нет. Я сделал для себя вывод. Потому что я очень много времени приседал. И без предварительного утомления. Сейчас я делаю предварительное утомление. Причем, потому что, когда я перехожу на такое тяжелое упражнение, как приседание, я уже подхожу очень размятым. И я совершенно не беспокоюсь за получение травм. То есть, я гораздо лучше чувствую. Да, и пускай мой рабочий вес будет меньше в приседаниях. Но я не привык тешить свое самолюбие весами. Я привык работать как положено. С хорошей техникой. Вот. И ориентироваться на утомляемость своих ног. Поэтому я выбрал предварительное утомление. И от него отказываться не собираешься. Потому что оно работает. И самое главное, что это безопасно. Потому что спустя 12 лет на него я уже успел накопить достаточно травм. И мне уже стоит позаботиться о своем здоровье. Поэтому вам бы я не советовал переходить на предварительное утомление тогда, когда вы накопите уже целую кучу травм. То есть пройдете по моей дорожке. Поэтому переходите на предварительное утомление сейчас. То есть выполняйте не обязательно 2-3 упражнения предварительно утомлять перед базой. Ну, хотя бы, там, я не знаю, если вы качаете грудь. Ну, сделайте там, не знаю, разводки с гантелями там. Сведение рук в кроссовере, пэкбэк, что-нибудь. Для того, чтобы просто разогреть мышцы хорошо. Вот. А затем переходите на тяжелую работу. Там же не гантелями, штангами там и тому подобное. Все, отлично, отлично. Да, все равно тут снимаем, скорее всего.